Участники массовой аварии на окружной дороге Ярославля жаждут разговора с пенсионером на Вишневых Жигулях. Но предполагаемый провокатом столкновения спешно покинул место событий. Едва только увидел последствия своего маневра. Пятерка резко затормозила. Я, чтобы избежать столкновения, тоже резко затормозил. Не доехал до нее где-то метр-полтора. Только выдохнул с облегчением и получил два удара сзади. Поздно вечером на пересечении юго-западной окружной дороги и улицы Гудаванцева столкнулись сразу пять автомобилей. Участники рассказывают, следовали друг за другом. На светофоре горел зеленый и вроде бы ничто не предвещало беды. Но ехавший впереди пенсионер ни с того ни с сего вдруг решил остановиться. Причем прямо посередине перекрестка. Здесь, смотрите, получается такая ситуация, что происходит резкое торможение нескольких автомобилей. Я так как являюсь третьим участником, самым последним, грубо говоря, в аварии. Я не успеваю просто среагировать. Они успевают, они видят друг друга. Но так как я нахожусь, я вижу разрешающий сигнал светофора. И уже после этого просто происходит резкое торможение. От удара у БМВ оторвало колесо и вырвало пружину амортизатора. Задняя часть иномарки сильно измята. У «Шевроле» резкого торможения не выдержала резина. Металл переднего бокового крыла сильно измят. Все повреждения внимательно фиксируют сотрудники ДПС. Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21074, водитель которого скрылся с места ДТП, автомобиля «Лада Калина», автомобиля «БМВ», «Шевроле Клан» и автомобиля «Ниссан Икстрейл». В салоне одной из раскуроченных машин ехала трехлетняя девочка. Вместе с мамой ее забрала скорая помощь. Предварительно медики выявили у ребенка тупую травму живота и ушиб передней брюшной стенки. Как говорят в госавтоинспекции, девочку госпитализировали. У других участников аварии ссадины, ушибы и рассечения. Беглого пенсионера ищут уже по всей области. Мы номер запомнили, дали данные. Все. Нашли его? Я думаю, найдут. Не знаю. Мне не рассказывали. Однако пока найти владельца «Жигулей» не удалось. За оставление места ДТП мужчине грозит лишение прав. Отдел дознания госавтоинспекции проводит проверку. Георгий Колчин, Оперативное вещание.